В эту пятницу директор телерадиокомпании «Брянская губерния» Артём Сухоломкин с видеокамерой побывал в двух ковид-госпиталях на базе областной больницы и госпиталя ветеранов войн. Пройти в красную зону и показать, как на самом деле там обстоят дела. Основная цель съёмок. Примерно за два часа удалось снять процедуру плазмофереза в реанимационном отделении. Пациентку, которая прошла его курсы, уже находится на обычной кислородной поддержке вместо ИВЛ. Записать много интервью. Нескольким пациентам проведен курс плазмофереза. По результатам имеем положительный эффект. У нас есть аппарат, в котором мы забираем кровь пациента. Кровь проходит через мембрану. И клетки крови в очищенном виде возвращаются пациенту. Пациенты отмечают значительное улучшение состояния, которое относится как к улучшению дыхания. Им становится легче дышать, у них улучшаются показатели сатурации крови. Плюс они отмечают выраженный детоксикационный эффект. То есть по общему самочувствию им становится значительно легче. По словам Артёма Николаевича, он встретил много знакомых. Это Иерей Олег из Тихвинского храма, известный фотограф Влад Абакумов. Навестил и депутата Горсовета, директора лицея номер один Юрия Клюева и исполняющего обязанности заместителя губернатора Брянской области Николая Лучкина. Мы, жители, которые, ну, как-то относимся не очень безлаберно к себе, к окружающим, и забываем, что оказываемся в такой трудной ситуации, и к нам приходят совсем посторонние люди, у которых тоже есть семья, у которых есть жизнь своя, и они забывают на этих 12 часов и с нами находятся и лечат. Титанические усилия по спасению пациентов, скафандры, в которых приходится работать, это реалии передовой борьбы с ковидом. Сотни и сотни пациентов, которые переносят вирус просто, которые идут на поправку. Но есть и армия тяжело больных, много тех, кто подключен к аппаратам ИВЛ. Лишний повод задуматься ковид-диссидентам о ношении масок и соблюдении всех предписанных норм. К сожалению, жизнь такова, что болезнь, она не обходит стороной людей, независимо от их социального статуса. Все условия созданы для любого пациента, создан необходимый лекарственных препаратов, кислорода. Поэтому всех мы лечим и готовы оказать помощь любому жителю Брянской области. На следующей неделе смотрите специальный репортаж Артема Сухоломкина из ковид-госпиталей Брянской областной больницы номер один. За несколько часов до того, как Артем отправился в красную зону, он записал в студии программу «События недели». Смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok